Лимонде, Франция Кассационный суд посчитал обнаженную грудь фемены эксгибиционизмом Жан-Батист Джакин Лимонде, Франция 29 февраля 2020 года Это одна из тех юридических побед, которые оставляют после себя горький привкус Кассационный суд отклонил 26 февраля апелляцию Генеральной прокуратуры на постановление об освобождении Яны Ждановой Тем не менее Мария Дози, адвокат-активист Кефемен, которая выставила на показ грудь в Парижском музее Гривен 5 июня 2014 года Называет решение разочаровывающим, поскольку суд упустил прекрасную возможность продвинуть вперед устаревшие законодательства Перед высшей судебной инстанцией был поставлен вопрос о том, является ли демонстрация женской груди эксгибиционизмом То есть правонарушением, которое карается заключением до одного года и штрафом в 15 тысячах евро по статье 222.32 Уголовного кодекса Палата по уголовным делам Кассационного суда ответила да В своем постановлении она сухо отметает сторону аргументацию апелляционного суда Парижа в пользу снятия обвинения в декабре 2018 года Апелляционный суд ошибочно заявил, что одна лишь демонстрация женской груди не составляет правонарушения по статье 222.32 Уголовного кодекса, если преследуемые человеком цели лишены какой-либо сексуальной коннотации Судьи второй инстанции действительно постановили отсутствие эксгибиционизма, если поставленные человеком цели лишены какой-либо сексуальной коннотации и не направлены на оскорбление целомудрения других людей, а являются частью выражения политического мнения, защищенного статьей 10 Европейской конвенции прав человека В рассматриваемом случае молодая украинка написала на груди Килл Путин и набросилась на восковую статую президента России с покрытым красной краской колом Французские судьи вот уже 6 лет не могут определиться с решением Политический протест на этот раз касационный суд вновь подтвердил решение по обнаженной груди, но не стал выступать против снятия обвинения и отклонил жалобу К этому заключению палата пришла с опорой на принцип пропорциональности наказания, за который выступает Европейский суд по правам человека Защита активистки Фемен намеревалась обратиться в него в случае неудачи Таким образом, судьи посчитали, что обвинение в эксгибиционизме стало бы непропорциональным вмешательством в выражение свободы слова Нужно было нащупать баланс между защитой и свободой слова с одной стороны нравственности и прав других людей с другой стороны Как отмечается в постановлении, поведение обвиняемой вписывается в рамки политического протеста Иначе говоря, судебная сага завершилась снятием обвинения, но не на том основании, какого хотелось бы защите Мария Дози считает, что сегодня, когда нравы изменились, а обнаженная грудь может появляться в рекламе, журналах и на телевидении Намерение человека должно быть определяющей характеристикой эксгибиционизма По ее словам, закон неверенно и анахроничен, тогда как законодатели должны его изменить Она утверждает, что все это также неуместно, как преследовать за эксгибиционизм женщин, которые участвуют в кампаниях по выявлению рака груди и позируют для афиш Министерства здравоохранения Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Продолжение следует...